Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусный и эффектный торт клубника-ваниль-шоколад. Я покажу вам все тонкости сборки такого необычного торта. В его декоре используется простой прием молекулярной кухни. Друзья, я также готовлю для вас видео с очень простым рецептом королевского торта. Он состоит из трех разных коржей с орехами и сухофруктами внутри. Минимум ингредиентов, простейшее приготовление, а результат превосходный. И, кстати, высокое содержание белка. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший торт. Для коржа нам понадобится 2 яйца и 90 грамм йогурта. Соединяем эти жидкие ингредиенты. Вы, возможно, уже знаете, как я люблю коржи именно на йогурте. Именно этот кисломолочный продукт позволяет получить самые мягкие и сочные коржи для ПП десертов. Отдельно смешиваем 50 грамм муки. У меня мука из зеленой гречки, но в этих коржах подойдет, в общем-то, любая зерновая мука. К муке добавляем 15 грамм какао, 40 грамм сухого молока, 4 грамма подсластителя и 4 грамма соды. Соединяем все сухие ингредиенты. Часто остаются комочки сухого молока. В таком случае, можно просеять сухие ингредиенты к жидким через сито. Оставшиеся комочки разбиваем ложкой. Тщательно размешиваем все ингредиенты. Это количество теста рассчитано на довольно широкий корж, который позволит получить высокий торт. Но если вы хотите, чтобы торт был больше похож на чизкейк, с тонким коржом снизу, то можете взять в 2 раза меньше ингредиентов. Выкладываем тесто в форму диаметром 16 сантиметров. И отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку примерно на 30 минут. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. Вынимаем корж из формы с помощью ножа. Упаковываем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов. Перед приготовлением мусса подготовим форму. Используем кольцо, в котором выпекался корж. Оборачиваем его пищевой пленкой, это будет дно. Бортики прокладываем ацетатной лентой, это поможет легко извлечь готовый торт. Достаем корж, распаковываем его. Еще с него нужно срезать шапочку, это легко сделать с помощью широкого длинного ножа. Вот такой мягкий, влажный, насыщенно шоколадный корж получился. Выкладываем его в форму, хорошо прижимаем ко дну и тщательно пропитываем. В качестве пропитки я использую смесь натурального сиропа и воды. На такой корж требуется 60 грамм пропитки. Также необходимо подготовить наклонную поверхность для формы. Очень удобно воспользоваться широким контейнером или же противнем. В него кладем доску или плотную подложку, которая примет наклонное положение. В случае с противнем можно подложить что-то в качестве возвышения. Например, подойдут плотные силиконовые предметы, так как они не будут скользить и менять свое положение. На зафиксированную подложку перекладываем форму с коржом. Можно немного подрегулировать угол наклона, если вы повернете форму, то увидите, под каким углом будет проходить линия на торте. Если требуется, измените угол наклона, подложив что-то нескользящее вниз. Перед приготовлением мусса заранее нужно замочить 15 грамм желатина в 90 грамм воды. По времени замачивания следуйте инструкции к вашему желатину. Желатин растапливаем, не доводя до кипения в ковшике или с помощью микроволновки. Важно, чтобы все гранулы растворились. Для белого крема нам понадобится 680 грамм творожных продуктов. У меня это смесь рикотты и мягкого творога. Подойдут и другие продукты похожей консистенции. Очень важно, чтобы они были комнатной температуры. Добавляем к ним 60 грамм сухого молока. И смешиваем в единую массу с помощью блендера. Блендер обычно разжижает эти продукты и масса приобретает текучую консистенцию. Для ванильного слоя нам понадобится 480 грамм белого крема. Добавляем к нему 10 грамм подсластителя, 1 чайную ложку натурального экстракта ванили и 49 грамм желатиновой массы. Тщательно размешиваем до однородности. Здесь очень важно, чтобы продукты были комнатной температуры, чтобы желатин не свернулся в холодной массе. Все готово. Выливаем ванильный слой в наклонную форму. В идеале слой должен полностью покрыть корж, но при этом не возвышаться над ним. Возможно, вам потребуется немного подрегулировать наклон. Отправляем торт в холодильник до застывания ванильного слоя, примерно на 1 час. Для клубничного слоя нам понадобится оставшийся белый крем и 250 грамм клубники. Здорово, если клубника будет насыщенного цвета и вкуса, мне удалось такую найти. Измельчаем клубнику в пюре с помощью блендера. Соединяем пюре с белым кремом. Добавляем 10 грамм подсластителя. Что касается сладости, всегда пробуйте на свой вкус и регулируйте сладость так, как вам больше нравится. Цвет получается очень нежный, кремовый. Натуральная клубника не дает ярких оттенков, но это все равно очень красиво. Добавляем к массе оставшийся желатин. За это время он мог застыть, его можно нагреть повторно, не доводя до кипения. Тщательно размешиваем массу до однородности. Достаем тортик с застывшим слоем. Ставим на ровную поверхность и выливаем клубничный слой. Выравниваем, если требуется. Можно аккуратно потрясти форму. Отправляем торт в холодильник до полной стабилизации на 3-4 часа. Приготовим клубничный декор. Для этого нам понадобится оставшееся клубничное пюре, примерно 50 грамм. Две трети этого пюре выливаем в сотейник. Добавляем к нему 1 грамм агар-агара и тщательно размешиваем. Отправляем на плиту и кипятим примерно 1 минуту. Сюда же добавляем оставшееся пюре и очень тщательно размешиваем. При долгом кипячении пюре может стать менее ярким, поэтому часть пюре я предлагаю не кипятить. Теперь нам понадобится холодное, но жидкое растительное масло, можно даже из морозилки. Можно взять любое, главное, чтобы при охлаждении оно оставалось жидким. Также понадобится любой шприц, например, от детского средства от температуры. Набираем теплое пюре в шприц и по капельке выдавливаем его в холодное масло. Клубничный мармелад моментально застывает в холодном масле и получаются капельки округлой формы. Если во время этого процесса мармелад в сотейнике у вас застынет, прогрейте его снова до растворения. Также, если вы делаете большой объем пюре, то запаситесь несколькими чашами масла в холодильнике, потому что к концу моего пюре масло было уже не такое холодное и некоторые шарики застыли не сразу, из-за этого слиплись между собой. Вообще этот мармелад можно залить в любые формочки для конфет, такой вариант вы, возможно, видели в моем торте вупи пай. А можно просто единым слоем в контейнер и после застывания нарезать его на кубики, как я делала в декоре торта Аметист. Сливаем масло через сито, даем маслу стечь, а потом перекладываем мармеладки на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Вот, если видите, некоторые мармеладки слиплись между собой. Это как раз последние, которые падали в недостаточно холодное масло. Сверху я тоже промокну салфеткой. Что интересно, с моим шприцем многие капельки получаются в форме клубнички. Гладкие, блестящие и очень симпатичные. Когда торт полностью стабилизировался, освобождаем его от пищевой пленки на дне и сразу переставляем на подложку. Снимаем кольцо, аккуратно снимаем ацетатную ленту и приступаем к декору. Я буду использовать глазурь молочный шоколад, рецепт которой уже есть на моем канале. Хаотично наношу круги по торту и выкладываю декор. Пока глазурь не застыла, клубнички фиксируются на ней. Но надо сказать, что при таком способе приготовления мармелада, так как они в масле, они все же подвижны и непрочно приклеены к торту. Тортик готов! Вот такой необычный у него дизайн и нестандартный декор. Классическое сочетание клубники, ванили и шоколада в таком нестандартном воплощении. Очень необычный и даже уникальный тортик. Давайте его разрежем. Разрез у него, конечно, тоже нестандартный. Простые, геометричные формы, четкие линии. Я решила нарезать на кусочки. Смотрите, здесь каждый кусочек уникален, где-то больше сладкого ванильного слоя, где-то яркого клубничного. Можно выбрать на свой вкус и по настроению. А еще они очень ровные, а главное устойчивые. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!